В ближайшие выходные в Барнауле состоится музыкальный фестиваль «Перекрёсток». Масштабное культурное событие для любителей джаза, блюза и рока. Сегодня у нас в гостях организатор фестиваля Евгений Колбышев. Здравствуйте. Здравствуйте. Я стараюсь следить за культурной афишей. Мне кажется, что в последние годы ничего подобного в Барнауле не было. Как долго вы вынашивали идею фестиваля? С чего всё началось? Были разные идеи абсолютно. Я хотел делать, например, повторную «Рок Азию», которую я проводил аж в 90-м году. Но не получилось. Потом вот этот именно конкретный фестиваль. Ну, наверное, больше года, потому что идея-то возникла. И идея именно такая, чтобы это была смесь разных направлений. Не джазовый фестиваль или блюзовый. А чтобы было представлено какие-то жанры, которые друг другу не мешают из одной упряжки. Вот год, но просто опять же в наше время проводить это крайне тяжело. И потом откликнулись мои какие-то друзья личные совсем в Питере. И помогли мне финансово. То есть стали спонсорами моими. И появились все другие. Появилась эта финансовая поддержка, без которой невозможно. Плюс филармония, с которой я дружу очень сильно. Они прям бамсы нашли мне хорошие даты. И сейчас участвуют в организации, помогают мне очень сильно. Ну, то есть сказать, что вы давно мечтали о подобном, нельзя сказать. Как-то все так родилось. Захотел, обратился, помогли. Как-то звезды сошлись. Ну да, мечтать почему давно хотелось. Я работаю на разных фестивалях. Я отработал за последнее время 4 года на фестивале в Грузии. Каждый год. И потом на фестивале в Петербурге. Сейчас работаю на самом крупном фестивале, блюзовом фестивале России. Он проходит каждый год в июле в Суздале. Я работаю там 4 год. То есть я в этой системе фестиваль недавно и хорошо ее знаю. И мне было всегда завидно то, что грузины, Грузия проводят, Питер проводят, Суздаль. А у нас как-то нет. Это очень нервная штука на самом деле. Вот это фестиваль, организация. И сложная. Поэтому у меня есть помощники, конечно, один я бы не справился никогда. Есть помощники, без которых я бы не обошелся. Но тем не менее идея все-таки давно была. А уже прям конкретно взяться. Ну вот. Мы с вами уже 3 минуты говорим про фестиваль. И не рассказали, что же это будет за фестиваль, что он будет из себя представлять. В общем, это называется он перекресток, потому что перекрещение разных всех сил. То есть потому что джаз, блюз, и будет некий рок, и этно еще будет. И все эти жанры, они, вот я повторюсь, они не мешают друг другу. Они все как бы взаимосвязаны. И даже музыканты там все друг друга знают. Все вот те, кто приезжает, они все... Я их всех сам знаю хорошо, и они друг друга знают. Поэтому я не хотел делать просто джазовый или блюзовый, или там рок-фестиваль. Я хотел, чтобы, ну... Потому что все исполнители, которые будут, мне кажется, очень хороши. Там будут два известных рок-барда. Это Павел Пиковский и Миша Божаков. Там будет джаз отличный. Игорь Дмитриев, трио Дмитриева. Я думаю, его знают. Ну да, известные фамилии. Там будут блюзовые коллективы, будет Гет Загнидзе, Моден Блюз Бэнд из Москвы, будет Чарльз Бёртон из Америки. Там будет группа Бэкстэч из Москвы тоже, и Ксения Федулова. То есть будет четыре состава блюзовых. Будет легендарная группа Вия из Питера. Это группа, которую я привозил в Брнаул, но в 89-м году, если что. То есть 30 с чем-то лет назад. Они известные, они такие, вот я их через 30 лет привожу опять к Брнаулу. Они стали за это время всеми моими близкими друзьями, поэтому мы с ними постоянно были в контакте. Я им обещал, вот я их привожу. Поэтому будет несколько. А плюс это будет в филармонии, плюс у меня еще вторая площадка Клуб Улис, где будут выступать наши местные джазовые. Хотела спросить, местные-то будут? Игорь Наумов, квартет Игоря Наумова, потом группа Андрея Земского. И плюс этнический проект, ну рок-эт, но проект из Горного Алтая, называется Белуха Джем. Это Алексей Чичаков, один из лучших таких, я с молодых горловиков Алтая. Вот они будут там, плюс там будет каждый день, вот 11-12-го будет, после концерта филармонии, там будет проходить джемсайшник, где будут все участники фестиваля, будут между собой вместе там все на сцене играть. И там будет такой автопати, там можно будет общаться с музыкантами, слушать их музыку. Плюс еще один день, 14 марта, во вторник, будет еще один концерт в рамках фестиваля. Это сольный концерт великолепной грузинской певицы Терри Биряшвили. Ну ладно, допустим, Москва, ладно Питер, но все остальные, как они смогли к нам приехать? Чем вы таких, мы их заманили, что они все бросили и в Барнаул в середине марта? Они мечтали об этом давно. Мечтали. То есть американец мечтал приехать в Барнаул выступить на нашей сцене? Американец на самом деле в Барнауле был уже дважды. Так. И я ему делал два раза туры по России и туры в Грузии. И сейчас у меня тоже тур его. Вот он сегодня прилетает в Стамбул, оттуда в Новосибирск, и завтра Кемера, потом Томск, потом Новосибирск, там Барнаул, потом Москва, Питер, 15 городов. И ему нравится Россия, и даже несмотря на все эти вот штуки, которые происходят, он согласился, тем более, что виза у него рабочая есть. И вот он будет, потому что ему нравится здесь. Ему нравится, он знает Барнаул, он знает Сибирь хорошо, и с радостью приезжает, играет он с нашими музыкантами, с московскими и сибирскими. Ну, в одном из интервью нашим коллегам вы сказали о том, что все артисты, которые будут выступать на перекрестке, это ваши друзья, и по вашему вкусу все крутые музыканты. Это так? Ну да. Все абсолютно до одного это мои друзья. То есть, вот я сказал, назвал Томпиковский. То есть, как бы, получается, что я их всех знаю давно, музыканты. Короче, Евгений Колбышев решил собрать всех друзей на фестивале. Я со всеми музыкантами работал. Кто-то из них в Барнауле бывал, но не все. Но они слышали про Барнаул, что здесь что-то происходит, и тут я нахожусь. Поэтому им приятно было согласиться сюда приехать и со мной встретиться. И Барнаул посмотреть, Сибирь. У меня, например, одна группа АВИА, там будут три девчонки саксофонистки. Так они прилетают завтра в Новосибирск, хотя концерт десятого. Они сами изъявили желание приехать раньше. Раньше, да. Чтобы просто они никогда не были в Сибири, хотят просто вот, ну, познакомиться с Новосибирским, потом с Барнаулом. А как вы вообще считаете, вот в культурной афише Барнаула вот подобных мероприятий недостаточно? Ведь чувствуется определенный... Подобный фестиваль-то имеется? Пусть фестиваль, праздники музыки, хоть как мы это назовем, джазовый фестиваль. Ничего крупного такого не происходит. Я так понимаю, что фестивалей-то давно нет. Фестивалей тем более давно нет. Виталий Алексеевич Монаков, он умер, к сожалению, и джазовый фестиваль прекратились. Других фестивалей я не знаю. Просто как бы я не вижу, я не особо интересуюсь, но если бы они были, я бы об этом знал. Скорее всего. И то, что здесь их нету, ну, это явно недостаток. Но артисты-то у нас есть достойные, которые хотят выступать и негде? Или они просто на гастролях? Это ты кого имеешь в виду? Ну, местные артисты. Местные, я не знаю местных артистов, кроме тех, кого я назвал. Будет джемсейшн с музыкантами из Москвы, из Америки, из Питера, отовсюду. И я бросил такой клич местным музыкантам. Приходите поиграть. Или послушать, в конце концов. Я думаю, что никто не придет. Из музыкантов. С чем это связано? Ревность или просто надоело встали? Наши музыканты, как правило, не ходят на концерты, которые я делаю. Например, я американцев часто привожу. Я не заметил ни одного. Они все заняты, они играют где-то, наверное. Я не знаю. У меня приходит хорошая публика, которая меня знает хорошо. Я ее знаю. Но музыкантов-то мало. И вот, пожалуйста, сейчас, я просто сейчас говорю, приходите, музыканты, которые могут играть на гитарах, на барабанах, на чем угодно. Приходите, у нас будет джем-сэшн, при том, что он будет длинный, наверное, хоть всю ночь. И будет первая возможность поиграть с хорошими музыкантами, те, которые действительно, ну, уже там, известны. Не только в Москве. Потому что там будет пара гитаристов, которые просто, ну, я считаю, лучшие в стране вообще. Юрий Новгородский и Ксения Федулова. Это просто, это надо, ну, хотя бы посмотреть и поучиться. Ну, и поиграть с ними. Я вот, я был бы за то, чтобы они пришли и поиграли. Ну, ладно, если музыканты идут на фестиваль неохотно, то как обстоят дела со зрителями? Ну, наверняка по количеству билетов, понимаете, актуально, неактуально? Ну, например, концерты Тереберяшвили уже давно проданы, она шла, говорю. А здесь фестивальные, ну, как бы, еще билеты есть. Ну, то есть фестиваль, это, по сути, самостоятельные концерты, да? Ну, это будет... Не просто в перемешку выступления. Нет, это будет 11-го два отделения по две группы. А две отыграли группы, перерыв, потом еще две. И так же 12-го. Две и две. В клубе все в куче. А вот вторник только сольный, ну, в Атере. Она одна. А вот, то есть там, ну, получается, у меня 8-9, 11 групп фестивальных, плюс солистка одна от Атери, которая выступает. Причем она выступает на сцене филармонии, но играет с нашей группой, группа Андрея Земского, джазовая. Как вы вот до фестиваля еще несколько дней ощущаете? Вот проведем его. Будет второй, третий. Фестиваль? Да. Станет ли он традицией, перекресток для Барнаула? Я бы хотел. И вот, извините, мне хочется, чтобы там чуть-чуть больше было еще и наших артистов. Я просто как выходец из джазового фестиваля... Я тебя позову. Ты же была бы вокалистом. Я бы к вокалам занималась у Монакова. Я придумал другой фестиваль уже. И если пройдет этот успешно, и люди, от которых зависит помощь для меня, которые будут на фестивале, то я так уже спланировал один. Это было бы здорово. Ну, это вот посмотрим, как пройдет, чтобы все было сошлось, чтобы не было минусов, было только плюс. Ну, я думаю, что работу над ошибками будем делать уже после фестиваля. Больше у нас там минусов или плюсов. Поэтому, ну, на сегодняшний день спасибо вам, что пришли в нашу студию. Спасибо, что понравилось. Удачи фестивалю. Будем следить за выступлениями артистов. Обязательно придем. Будем рады. Спасибо. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях был Евгений Колбышев, организатор фестиваля «Перекресток». «Перекресток» «Перекресток»